Добро пожаловать на пересадочную станцию и еженедельный рейс в мир настоящего постапокалипсиса. Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика, Часть 3. Город. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Минуло всего две недели после жестокого уничтожения мародеров и захвата райцентра, но атаку на базе пиндосов постоянно откладывали. Это время я проводил как обычно, совершал разведывательные рейды вокруг Схрона, искал дичь и занимался любовью с Леной. Такая жизнь вполне устраивала, и я уже начал думать, что захват северного города отложат до весны. Но в один из дней явился Валера. Без кота, но в полной боевой экипировке и с неизменной фляжкой самогона. Я понял. Пора. Выкатил из недавно вырытого в снегу гаража снегоход, попрощался с девушкой. Бурно и аж два раза, пока Валера ждал снаружи. Обещал, что привезу шубу, а она дала слово, что не будет выходить из убежища и уж тем более пускать внутрь всяких колдырей. По пути решили забрать лесника Егорыча. Дед знал всю округу, как свои пять пальцев. Сколько раз я встречал его на охоте, тот появлялся всегда словно ниндзя в самых неожиданных местах. Старик помнил даже финскую войну и вов, партизанил в карельских лесах еще пацаном. Помогал порой выследить зверя, да и просто развлекал забавными байками. Правда, охочь был до огненной воды. Однажды я по незнанию угостил его ядерной кедровой настойкой. Думал, осторожно отхлебнет, все-таки крепкая хрень. Но Егорыч просто присосался к пластиковой бутылке и разом приговорил 300 грамм. «Главное, флягой не свети», – посоветовал я товарищу, когда подъехали к домику лесничего. «Само собой», – вздрогнул Валера. «Угощал как-то Егорыча, дальше лютый ад, не хочу рассказывать. Как мы его заберем? Тут же бабка всем заправляет». «Не знаю, но что-нибудь придумаем». Слезли со снегохода и осторожно подошли к воротам. Дом окружен чистоколом с насаженными поверху черепами животных и даже несколько человеческих. Старик, как и я, не любит мародеров. Постучал ворота прикладом с айги. «Кого там нечистый принес?» – раздался бабкин вопль. «Убирайтесь, проходимцы окаянные!» «Мы к Егорычу?» – крикнул Валера. «Не знаю я вас! Эй, дед, а ну прогони их от седого!» Со скрипом открылась одна створка ворот. Никто не вышел. Переглянувшись с Валерой, мы зашли во двор. Из приоткрытой дверцы дома злобно выглядывала бабка. «Блин, где же сам Егорыч?» В этот момент резкий толчок опрокинул меня. Рядом скрикнул мой друг. «Что тут надо, паршивцы?» – голос Егорыча. Я осторожно поднял голову. Дед с самокруткой в зубах стоял, нацелив наши же волыны. Я в который раз поразился его навыком. Вот что значит старая школа. «Егорыч, это ж мы!» – сказал я, снимая балаклаву и защитные очки. «Да ты чё, старый, не признал?» – простонал Валера. «Вот ты, прости, господи, бес попутал!» Дед сплеснул руками. «Поднимайтесь, горемыки! Зачем пожаловали?» «Как зачем? Сегодня же сбор!» «Едрить твою налево! А я и запамятовал! Эх, незадача! Сейчас патрон только захвачу!» «Ты что, ротозей, совсем ошалел?» Из дома выскочила бабка. «Куды собрался, паскудник?» «Заткнись, старая!» – Егорыч сплюнул окурок. «На войну иду! Супостатов бить!» «Я тебе дам на войну! Совсем из ума выжил! А ну, ступай в дом!» «Эх, не серчайте, хлопцы! Не иду я с вами!» «Да как же так?» – возмутился Валера. «Ты же лучше всех эти места знаешь!» «Валите прочь!» – рявкнула бабка, дергая деда за рукав ватника. «А что, если пустить ей пулю в лоб?» «Хотя Егорыч может не оценить. Внезапно мне пришла безумная идея. Конечно, это было опасно, но, похоже, других выходов нет». «Эх, будь что будет!» «Валерыч!» – прошептал я. «Давай флягу быстрее!» «Ты уверен?» – он понял мой замысел, протягивая емкость. «Ладно, Егорыч, бывай тогда!» «Ну, с Богом, ребята!» «Выпьешь на пасашок!» Я отвинтил крышку, втянул своим чутким носом сивушный аромат и сделал маленький глоток, блаженно закатив глаза. «Нет!» Бабкин и зенки округлились, но дед уже тут как тут. Он схватил флягу. Я на всякий случай отошел подальше. Быстро опрокинув себя заветную жидкость, Егорыч застыл на месте. Бабка медленно пятится в дом. «А-а-а-а!» Резко завопил егерь, подскакивая на метр. «Вашу мать в атаку!» «А-а-а!» «Не сдаваться!» «А-а-а-а!» Дед принялся носиться по двору, как ошпаренный метеор. Бабка в ужасе зашкерилась в дом. «Что теперь делать?» Дрожащим голосом спросил Валера. «Рядовой, Егорыч!» Гаркнул я. «Приказываю погрузиться в транспорт и следовать на место дислокации!» «Так точно!» Козырнул дед, схватив свою мосинку и уселся в большое железное корыто. «За родину!» «За Сталина!» Мы с Валерой покатили наше боевое пополнение за ворота, пока не опомнилась старая корга. Пристегнув Егорыча на буксир, помчались прочь. Рев мотора перекрыл бодрые напевы военных песен. Под вечер добрались на точку сбора. Это заброшенный в этих нечеловеческих условиях полустанок. Железная дорога угадывалась по торчащим опорам и широкой просеке. Сейчас по ней ездили только снегоходы, да местные на оленях упряжках. Я огляделся. Следов полно. Но где же все? «Эй, чуваки!» Окликнул кто-то из леса. Из-за елки вылез выживальщик в маск-халате с противогазом на морде. Вооружен какой-то модной модификацией сайги. «Следуйте за мной! Провожу в лагерь!» «Тебя как звать-то, дружище?» Спросил я. «Толик!» Неохотно ответил мужик. «А в 151-й палате какой ник был?» Поинтересовался Валера. «Это секретная информация!» «Отчеты в противогазе!» «Да блин!» Толик смутился. «Лицо просто мерзнет!» «Не догадался тогда балаклаву в нас положить!» «Бороду растить надобно, чтоб рях не мерзла!» Посоветовал Егорыч. Похоже, его уже отпустило в дороге. «Неудобно с бородой!» «Обмерзает!» Вздохнул Толик. Попетляв для маскировки среди елей, наш Сусанин вывел вместо сбора выживальщиков. Кругом разнокалиберные палатки, горят костры, всюду снует суровый народ. «Я горжусь тем, что теперь с этими людьми. Мы не побоялись своей паранойи, глупых насмешек общества и непонимания органов власти. Наша предусмотрительность помогла выжить в смертоносном огне апокалипсиса, и сейчас мы стали грозной боевой силой, способной навести порядок в этих землях». Егорыч куда-то смылся. «Пока Валера бегал за дровами и копал костровую яму моей тактической титановой лопаткой, я разглядывал соседей. Особенно доставляют некоторые персонажи в натовском камуфляже. Как они еще не получили пулю в лоб? Хотя в целом вроде неплохая снаряга. Еще видел челос ПНВ. Жаль, не купил себе такое свое время. Прикольная штука для ночных атак. «Невдалеке незнакомый чел учит непродвинутых, как ночевать без палатки зимой, используя полиэтилен в качестве экрана для сохранения тепла костра. Сам развалился на лапнике на куче шмоток в одних семейниках. Я посчитал такой способ не очень практичным. Привык ночевать в полном снаряжении на вылазках. Вдруг придется начать резкий бой. Сайга и револьвер всегда в моих руках, когда сплю». Валера развел костер, и мы начали готовить. Греча с тушняком идеальна в походных условиях. Слегка накатив по пять капель, мы ждали, пока сварится ужин, и неторопливо обсуждали баллистику полета пуль, когда к нам подошел толстый выживальщик в немецкой каске и с папкой. «А, новенькие, кто такие и откуда?» «Из леса», — ответил я. «А что?» «Записываю бойцов. Меня, кстати, Миша зовут», — представился толстяк. «Вы назвали свои имена». «Подскажите координаты ваших убежищ». Он принялся разворачивать карту. «Ага, сейчас». Разбежался. Засмеялся я. «Я уже заманался объяснять таким, как вы. В случае вашей гибели командование доставит тело родным и близким и выплатен компенсацию продуктами. Если родственников нет, реквизируют все припасы. Че им тухнуть?» «Логично», — сказал Валера, протер очки и поставил метку. «Я тоже отметил схрон, но совсем в другом месте. Враги не дождутся моей смерти». «Ну вот молодцы», — сказал Валера. «Сказал Миша. Приходите через час на боевое построение к вон той большой палатке». «Жирный прапор или кто он там свалил? Наконец-то хоть пожрем спокойно». Я снял с огня котелок с кашей, когда подошел еще один тип в драном камуфляже и с бегающими глазками на наглой морде. «Здорово, пацаны», — сказал он, протягивая костру обмершие пальцы. «А вы че тут типа едите, что ли?» «Привет. Не видишь разве?» ответил я. «А, слышь, братан, может, ты меня угостишь, а? Может, тебе еще и коньячку налить сигарами?» «Не, парни, я не понял, вам че впадлу ептать?» Сделал оскорбленное лицо этот черт. «Я пока сюда топал, все балабасы заточил. Последний день вообще кору с берез глотал». «Ладно, я убрал руку с револьвера. Наложи ему, Валерыч, каши». «От души!» «Я ж сразу понял, вы норм, пацаки!» «А тебя как зовут-то?» Спросил Валера, протягивая ему тарелку с ложкой. «Джон Сноу, ёптать!» Ответил оборванец. «Ну, это погонял, типа, я раньше толкинистом был, эльфом, типа, на релевухи ездил. А потом пацаны скинули сериал посмотреть, «Игру престолов». «Ну, у нас все подсели на Мартина, а я решил стать Джоном Сноу. Он там самый крутой. Читали Мартина, пацаны?» «Ага», — кивнул Валера. «Кино только смотрел», — сказал я, выдавливая кетчуп в свою плошку. «Клевый сериал. Был. Из-за этой гребаной войны так и не узнаем, чем там все закончилось. Да ёпт, у нас теперь реальная игра престолов!» Захихикал Джон Сноу. «Еба, близко, бугага! А давайте я вам тоже погонял, придумаю». «Дай поесть спокойно, Джон». «Вот ты!» Он ткнул ложкой Валеру. «Будешь Нед Старк, а ты — Тирион Ланнистер!» «Ничего не попутал?» Ответил я. «Я на карлика похож, что ли? Ты вообще вроде жрать хотел. Чё мешаешь нам ужинать?» «Э, братан, я ж чисто прикололся. Чё сразу бычку врубаешь?» Он принялся ковыряться ложкой в каше. «А там чё, тушенка, ёптать?» «Конечно!» — ответил Валера. «Неплохая, кстати!» «Госрезерв!» — похвастал я. «Э, а чё сразу не могли сказать? Я ж веган-сыроед, ёпт!» «Ах, раз ты сыроед, то и кашу есть не должен», — сказал я. «И вообще не нравится что-то. Вали отсюда нахуй!» «Спокуха, парни, спокуха!» «Вы чё такие злые, ёпты?» «Сразу видно, мясоеды!» «Ладно, испорчи себе карму в этот раз!» «Давайте, удачи!» «Давай, счастливо!» — проворчал я. Джон Сноу поднялся и принялся выбираться из костровой ямы. В этот момент у него из-под куртки вывалилась банка. «Это ж мой тушняк из Госрезерва!» Он скинул на меня перепуганные глазки и включил турбофорсаж. Сердце моё налилось огнём злости. «А ну стой, крыса!» Заорал я, выхватывая свой убийственный револьвер. Словно разъярённый ягуар, гигантскими прыжками я настигал ворюгу. Он бы всё равно не ушёл, но кто-то из выживальщиков сделал ловкую подсечку. Подбежав, с ноги ударил под ребра мерзавцу. Тот выл, прикрывая руками башку. Вокруг собрался любопытный народ. Меня оттащили в сторону. «За что ты так, его дружище?» Спросил мужик с седыми усами. Вроде бы это он поставил под ножку. «Тушёнку мою украл!» Все вздрогнули. По лицам прошла волна праведного гнева. «Веган хренов!» Подтверждаю!» Подошёл Валера. «Я всё видел!» «Смерть!» «Смерть!» Загудели люди. Подошёл к окровавленному шнырю. Он вяло дёргался в крепких руках державших добрых людей. Навёл на него револьвер и произнёс. «Я приговариваю тебя к смерти, Джон Сноу!» «Минуточку!» Вмешался усач. «В целях маскировки стрельба в лагере запрещена. Поэтому, думаю, никто не будет возражать, если мы его просто повесим вон на том замечательном дереве». «Не, парни, вы чего? Это ж беспредел в натуре! Я ж пошутил, не надо!» Запричитал подлец, но его никто не слушал. «Вот такая подойдёт, Степан!» Один из бойцов протянул бухту альпинистской верёвки. «Да, отлично! Аркадий, спасибо!» Кивнул усатый. «А ты умеешь вязать удавку?» «Естественно!» Мне понравилось, как всё быстро организовалось. Перекинули верёвку через толстую ветку, подкатили снегоход и привязали к нему конец. Я дал по газам, проехал метра три и остановился. Проклятый веган смешно дёргался на верёвке, выпучив глаза. Моё сердце наливалось радостью от свершения правосудия. «Люблю, когда торжествует справедливость!» «Так, это что за самосуд?» Прогремел жёсткий голос за нашими спинами. «Извините, командир, ворюг поймали!» «Для таких случаев существует трибунал!» Командир в сопровождении автоматчиков подошёл ближе. Чем-то он напоминал Бельмондо. С ног до головы увешан новейшей снарягой. «Будем иметь в виду», — сказал я. «Этого снять!» — велел он. «Когда перестанет дёргаться!» «Так точно!» А он, мужик с пониманием, — обрадовался я. «А вы?» — командир обвёл взглядом нашу небольшую толпу вешателей. «Пойдёте с первой волной на штурм города!» «Собирайтесь!» «Через пять минут построения!» Мы с Валерой вернулись к своему костру и начали собираться. «Блин, меня точно убьют!» — грустно сказал друг. «Ты слышал, что он сказал?» «Мы пойдём в первых рядах!» «Да фигня! Я тебя прикрою, если что, не боись!» «Когда укладывал продукты в сумку, вдруг увидел на оттаившей земле кое-что интересное. Небольшая семейка мухоморов. Я вспомнил, какую силу дал мне шаман с помощью этих грибов. Надо брать!» Достав свой десантный нож, быстро срезал пятнистые шляпки. Пока Валера возился возле снегохода, я порезал всё на кусочки и незаметно сложил в термос чаем. После небольшой мотивирующей речи нас разбили на отряды. Нашим сержантом стал какой-то Игорь из Саратова. Мне он сразу не понравился. Напыщенный, больно разговаривает со всеми, как с говном. Грохнуть его, что ли, во время атаки? «Так, в колонну по одному и за мной!» приказал Игорь, сплёвывая в снег. «Зачем?» Задал вопрос Валера. «Так велено!» Он схаркнул ещё раз. «Выдам спецсредства!» «Так у нас же всё есть!» Командир смерил группу презрительным взглядом. «Валера, не муди!» Сказал я. «Халява же!» Попетляв среди палаток, мы вышли к пункту выдачи снаряжения. «Интересно, что мне выдадут?» Я бы не отказался от нескольких сотен патронов, но реальность оказалась более жестока. «Держите!» Он кинул нам какие-то тряпки. «Что это за хрень?» Возмутился Степан. «Надевайте живо маск-халаты и выдвигаемся!» «Эй!» «А как я буду магазины из разгрузки доставать?» Не унимался Усач. «Дырки прорежь!» Я разглядывал унылую обнову. «Блин!» «Товарищ командир!» Сказал Валера. «А можно мне другой выдать?» «Что такое?» Побагровел Игорь. «Этот нестиранный даже! Я такой точно не надену!» «Да, да!» Раздавались со всех сторон возмущенные голоса. «Вы из какой сраки достали это белье? У меня даже не белый!» «Проблема, Игорян!» Подошли несколько мощных автоматчиков. «Да нет проблем! Сейчас к стенке всех поставим, как дезертиров!» «Друзья!» Вскинул руки Усатый. «Посмотрите! Можно пошоркать эти прекрасные маскалаты об снег! Они же просто немного пыльные!» Что-то недовольно бурча, все стали напяливать маскировочные костюмы под насмешливыми взглядами гребанных вояк. Я пообещал себе выкинуть при первой же возможности мерзкое тряпье. На мне и так офигительный зимний охотничий костюм. «В конце концов, насрать на эти мелкие неприятности!» «Мы ведь скоро будем убивать пиндосов!» Я представил, как сношу бошки в вонючем янке из своего мега-револьвера. «И в моей душе поселилось спокойствие!» «Да, и вот еще что!» Сказал сержант. «Всем взять вот это и носить при себе!» Я повертел в своих сильных пальцах маленькую пластиковую коробочку с мигающим диодом. «Это, чтобы данные о местоположении вас, бестолочей, поступали на тактический планшет командования!» Выехали через полчаса во главе колонны. Откуда-то прибежал Егорыч. Видать, успел накидаться, так как собрался запеть очередную песню, но под грозным взглядом сержанта заткнулся и запрыгнул в свое корыто. Мне на буксир подцепили еще несколько боевых лыжников. Посмотрев по сторонам, я заметил за каждым снегоходом такие прицепы. Толково придумано, восхитился я. Не у каждого же есть техника для передвижения по приполярным снегам. Вскоре выбрались из леса на заснеженную дорогу. Скорость движения увеличилась, и это радует. Только тревожит, что едем открыто. Неужели противник не выставил блокпостов на подъездах к городу? Тут два варианта. Либо наше командование такое тупое, либо уже все давно разведано. Ладно, зачем забивать голову всякой ерундой перед боем? Мы поднялись на пологую сопку. Игорь приказал остановиться. Я посмотрел вниз и ахнул. Кто-то из бойцов негромко выругался. Еще бы! Там внизу сверкает электрическими огнями городок. Кандалакша. Казалось, не было никакой ядерной войны. Так мирно все выглядит. Светятся окна пятиэтажек, горят на улицах фонари. Даже ездят по дорогам редкие автомобили. Сколько же тут мирных жителей? Неужто они все работают на сраных хамеров? Или тут процветает рабство? Разберемся во время боя. Слушай мою команду! Прервал мои размышления сержант. Технику спрятать в лесу, окопаться и ждать команды на штурм. Копать снегу легко. Мы быстро вырыли себе большую яму. К нам с Валерой присоединился Егорыч. Остальные выживальщики выглядывали своих очетинившихся разнокалиберными стволами укрытий. Ты видел это? Спросил меня Валера. Настоящий островок жизни! Я кивнул. Я тут подумал, продолжил он. Может, после... Ну, как все закончится? Переехать сюда семьей, а? Ну, доело в бункере сидеть. Квартира, наверное, найдется свободная. Дети в школу пойдут. Жена может на работу устроиться. А тещу куда? Я усмехнулся. Престарелый дом. Ага, сейчас! Ей уже на погости прогулы ставят. Надеюсь, потеряется где-нибудь по дороге. А я не хочу в город. Сказал я после недолгого молчания. Ну и унах! Там же всякое работать придется. А от работы, как ты знаешь, кони дохнут. Лучше в лес вернуться. Там настоящая свобода. Только запасы надо пополнить, а то ништяки заканчиваются. Что дзябк стал, сынки! Прокряхтел Егорыч, протирая тряпочкой свою винтовку Мосина. Точно! За тридцатник давит! Шмыгнул носом Валера. Сопли в носу замерзают. А шо ж это не найдется разве чего для сугреву, хлопцы? Спросил хитрый дед. Даже если б было, без обид, Егорыч, но тебе хватит. Сурово ответил я. Ты ж весь день разогреваешься. Шо уж спросить нельзя. Обиделся старча. Эх, молодежь! Никакого уважения к ветеранам. Бухать не будем. Учует еще этот сержант проклятый. А вот чайку попить можно. С этими словами я достал из рюкзака термос. Давайте ваши кружки. Каким-то говном отдает. Поморщился Валера, отхлебнув пышущий паром напиток. Фирменный рецепт, подмигнул я. Это пуэр. Всего одна пачка его осталась. Плесни-ка еще, деду. Егорыч протянул свою кружку. По нраву мне твой чаек. Мы уже допивали, когда нарисовался наш сержант. Чаи гоняем? Грозно зыркнув, спросил он. Всем подъем! Выдвигаемся, идем пешком. Огонь только по моей команде. Я выпрямился, как пружина, чувствуя разбегающуюся по телу легкость. И присоединился к хищно-бегущему отряду. Внизу призывно сияет кандалакша. Командир послал вперед, и я ползу. Как голодная ящерица по снегу, сжимая нож своей твердой и могучей правой руке. Отличный кинжал, выточенный из рессоры, вселяет веру в исходе дела. На въезде в город возле пятиэтажки патруль. Три пиндоса. Сам я скрылся в тени гаражей. Мои обостренные органы восприятия сканируют опасную обстановку. Правда, немного отвлекают голоса в голове и призрачные тени духов, мелькающие в поле зрения. Вокруг каждого врага горит ярко-красная аура. Отлично! Значит, не убью случайно ни в чем не повинных людей. Подкрался уже так близко, что слышно беспечную, незатейливую речь заморских друзей. Хотя английский я знаю более-менее по фильмам и сериалам, но сейчас, благодаря мухоморному чаю, в голове что-то щелкнуло. И поверх английской мовы наложился гнусавый голос переводчика с видеокассет девяностых. Сэр, как долго нам еще торчать в этой дыре? Я скучаю по своей семье и ферме в Алабаме. «Бобби, ублюдок, заткнись, мать твою, или я прострелю твою ниггерскую задницу!» «Сэр, простите, сэр!» «В этой проклятой раши так холодно, что мои яйца играют джингл-беллс!» Пожаловался другой солдат. «Когда за нами приплывает помощь?» «Господи, ебаны в рот, Майкл!» Выругался по-русски пиндоский сержант. «Это знает только Иисус, мать его, за ногу! Смотрите в оба, засранцы! Есть информация, эти иваны что-то затевают сегодня ночью! Есть, сэр!» Угрюмо ответил Майкл. «Разрешите обратиться, сержант Монгомери, сэр!» «Твою мать, ну что еще?» Рядовой повозился и вытащил пластиковую бутылку из-под фанты. «Где ты раздобыл это, засранец?» Сержант сделал большой глоток и шумно выдохнул. «Твою мать, божественное пойло! Поменял сегодня у местной бабушка на рынке! Майкл, сукин сын, знаешь, как уважать старикам от Гомери! Напишу завтра рапорт о твоем повышении! Спасибо, сэр!» «Дайте и мне, сэр!» Подал голос Бобби. «Держи, ниггер!» «Сэр, да вы расист!» Обиделся черномазый солдат. «Можешь подать на меня в суд!» «Эй, верни бутылку, гребаный ниггер! Посмотри, Майкл, этот черножопый уже выпил половину!» В этот момент я выпрыгнул из сугроба, как обезумевший лесной кот. Сержант начал медленно оборачиваться, чтобы встретить удивленным лицом ледяную сталь моего клинка. Лезвие погрузилось по рукоять в распахнутую пасть. Глядя в глаза застывшему негру, я с хрустом повернул кинжал и выдернул. Обмякшее тело еще падало в снег, когда я бросился к рядовому Майклу. Он лихорадочно сдергал с плеча М-ку. Резкой вертушкой отправил врага в нокаут. Саркастически улыбнувшись, посмотрел на черного. Из его лап выпала бутылка, самогон расплескался, смешиваясь с кровью. Рухнув на колени, солдат взмолился. «Пожалуйста, не убивай! У меня детишки! Ферма во лобами!» «Смерть тебе!» С силой вонзил нож в глаз Ниги, с удовольствием наблюдая, как жизнь покидает дергающееся тело и как угасает красное свечение. Сзади кто-то зашевелился. Блин, чуть не забыл прикончить Майкла. Я подошел к нему и отточенным движением перерезал глотку. Со стороны леса движутся стайки зеленых огоньков. Наши, похоже, не стали меня дожидаться. Я быстро обшарил мертвяков, забрал сухпайки и рацию. Она тут же ожив затраторила отрывистыми пиндоскими командами. Гнусавый голос в моей башне услужливо переводил. Сержант Монгомери, группа Дельта Браво, ваша мать! Наложите обстановку, в вашем секторе замечено движение. Ответьте, вызываю подкрепление. Ударом массивного ботинка раскрошил к чертям рацию. Кажется, сейчас начнется месиво. Перевернув дохлого сержанта Монгомери, снял бронежилет. Ништяк, какой легкий. Тут же надел амерскую броню. Теперь я неуязвим для шальных пуль. Подтянулись наши, свистнул им условным сигналом. «Ну ты даешь, Саня!» Воскликнул Валера, увидав трупы. «Ой, я уж грешным делом подумал, тебя убили. Ты все не возвращался!» «Лихо, хлопец!» Усмехнулся дед Егорыч. «Прикончил фрицев клятых! Хотя я в 42-м и не таких уделывал!» «Какие фрицы, Егорыч?» Возразил Валера. «Это же гости из Америки!» «Как какие!» Старик проморгался, всматриваясь в форму убитых. «Я поди, шо из ума не выжил!» «Вон нашивки армии Лапландия!» «36-й горный корпус!» «Растудыть его налево!» «Уж сколько я немчуретой навидался войну!» Валера наклонился ко мне и тихо произнес. «Походу, наш Егорыч перебрал лишнего!» «Похрен, что ему там мерещится!» Ответил я. «Лишь бы убивал этих гадов!» «Эхе-хей!» Дед расправил грудь и потряс ружьем. Борода его топорщилась, а в глазах блестел яростный огонь. «Я как лет на сорок помолодел! Хороший чай у тебя, Санек! Голыми руками фрицев рвать готов!» «Во, видал?» Усмехнулся я. «У меня тоже с чаю этого что-то не то в голове творится!» Признался друг. «Я как со стороны себя вижу! Все будто в игре, где я управляю персонажем! Чем-то Контер-Страйк напоминает!» «Ну, это нормально! Может, сегодня и ты налупишь фрагов!» «Мне прям не терпится!» Жесткий толчок в плечо прервал наш разговор. «Что это такое?» Игорь зло таращился на меня, тыча стволом Абакана в мертвецов. «Враги, сэр!» «Тьфу ты!» «Товарищ командир!» «Сам вижу, к чему такая жестокость! Я же приказал просто разведать обстановку!» «А чё, смотреть на них, что ли?» Удивился я. «Здесь приказы отдаю я!» Скрипнув зубами, сказал Игорь. «Сброд необученный блеха!» «Ясно, товарищ командир!» «Кстати, я по рации слышал, что Амеры послали сюда подкрепление!» «Ты что, понимаешь, английский?» Подозрительно спросил сержант. «Ну, так, немного!» Зыркнув недобрым взглядом, он приказал. «Так, всем рассредоточиться! Сюда движется противник! Огонь по моей команде! Тела убрать!» Все забегали, как ужаленные. Волнение предстоящей схватки охватило отряд. Трупы запихали в щель между гаражами. Игорь с несколькими людьми залегли наверху. Я с Валерой и Егорычем спрятался за мусорными контейнерами. Крысы, пировавшие тут, шмыгнули в разные стороны. Усатые остальные затаились кто где. Улица выглядит пустой. Шум мотора. Из-за дальней пятиэтажки, слепя фарами, выехали две пиндоские легковые бронемашины с пулеметчиками на крыше. Я осмотрел на них своим холодным взором, лаская гранату в ладони. Вражеские хаммеры остановились прямо напротив. «Почему наш контужный командир не отдает приказ в атаку? Нас же засекут! Вдруг у них есть теплодетекторы?» Мое воображение тут же нарисовало картинку. Как пиндос на крыше броневичка разворачивает в нашу сторону гребаный пулемет М60Д. Как смертоносные разрывные пули прошивают ржавые мусорные баки и бренные тела меня и моих друзей. Я не мог допустить такого безобразия. Граната в руке так и просится в полет. А враги, похоже, что-то заметив, начали орать на своем языке. Переводчик в моей голове куда-то пропал и я различал лишь «фак и щит». Вот и взревели их моторы. Один хаммер начал сдавать назад. Захватчик на крыше взбледнув лицом зажал в зубах окурок и стал наводить на нас дуло пулемета. Вот черт! Я не мог это больше терпеть. Рука стремительным движением запустила гранату прямо в пулеметчика. Бах! Взгляд с удовольствием проследил замысловатые траектории ошметков вражеского солдата. Началась пальба. Наши стреляли из своих укрытий. Пиндосы повыпрыгивали из хаммеров, думая, что по ним зарядили из РПГ. Валера возился с вепрем. Егорыч отстреливал конечности неудачно высунувшимся янки. Те что-то орали, похоже, вызывали подмогу. Распрямившись, я встал во весь рост, достал из разгрузки пару гранат. Щелчком выдернул кольца и броском, которому бы позавидовал Майкл Джордан, отправил гостинцы по параболической траектории прямо в скопище врагов. Есть трехочковый. Хорошая артподготовка. Прошамкал Егорыч, затем примкнул к своему древнему ружью штык и побежал. В атаку! Ура! Я понесся следом, как Робокоп сканируя окрестности через прицел сайги. Остальные бойцы только начали робко высовываться из своих укрытий, как все было кончено. Старый лесничий во все орудуя штык ножом добивал раненых. Ну что за безобразие? Выругался Игорь, когда он успел слезть с гаража. Вся операция летит к чертям. Как мы теперь скрытно пройдем на позицию? Простите, сержант, мне правда было немного стыдно. Руки чесались. Ладно, махнул рукой командир. Моя вина не донес суть нашей задачи. Не ожидал такой прытье от вас, разгильдяев и деревенщин. Надо захватить ТЭЦ, там их основная база. Любят тепло, суки. Мы выйдем на точку и начнем отвлекающий бой, когда основные силы осуществят штурм. Теперь ясно? Да, так точно, отвечали бойцы. В городе только патрули, с ними в бой не ввязываемся, скрытно обходим, велел Игорь. И здесь двадцать тысяч мирняка. Не надо здесь зятя Берлина устраивать. А теперь за мной. Знаю, как дворами пройти. Мы бежим, словно стая некормленных волков. Холодными серыми тенями скользим через огороды. Перелезаем ограды, скачем через сугробы и прячемся во тьме, завидев фигуры врагов. Чай еще действует, усталости нет. Пар изо рта застывает в воздухе замысловатыми фигурами. Усилием воли заставляю себя не залипать над глюками. Впереди цель, я чую ее приближение и смертоносное дыхание опасности. Мы убьем всех негодяев и освободим этот город от зла. Если хватит патронов, конечно. Игорь велел остановиться, осторожно выглянул из-за угла. Все чисто, показал он специальным жестом солдат. Занимаем позиции на той стороне улицы в развалинах, тяжело дыша, сказал командир. Ведите огонь поворотом и КПП в конце улицы, а я пока доложу нашим, что мы здесь. Можно отдохнуть немного, спросил кто-то. Пристрелю, прорычал Игорь. Эта улочка упирается прямо в ТЭЦ. Там база пиндосов. Кочегарят вовсю. Видно мощные клубы дыма и пара, вырывающиеся из труб. Слева вдоль улицы торчат безжизненные хозяйственные строения. Справа пятиэтажка. Мозг тут же родил клевую идею. Я гений. Ухватив заворот тулупа Шустрого Егорыча, я жестом велел следовать за мной. Валера и так не отставал. Мы скользнули вдоль стены пятиэтажки. Мне хотелось пробраться внутрь, чтобы залезть на крышу. Мое детство прошло в таком же доме, и я помню, что выходы на крышу есть в первом и последнем подъезде. А если пиндосы нас обнаружат, можно быстро спрыгнуть в эти гигантские сугробы. Шумное пыхтение и голос сзади оборвал мои тактические измышления. Ребята, подождите, можно мне с вами? Я обернулся. Тот самый мужчина с седыми усами, который помогал вешать Джона Сноу. Вид не ахти. Дядька явно пренебрегал тренировками. Шапка на бекрень, тащится, держась одной рукой за грудь, другой волочит по земле ружье. Да, конечно, сказал я. Мы на крышу, а ты прикрывай вход в подъезд. Блин, воскликнул Валера. Заперто, здесь домофон. Давай шмальнем в замок, предложил я. Сталь добрая, может рикошетить, вмешался старче. К чему эти радикальные меры? Давайте просто позвоним в одну из квартир. Усатый вновь проявил сообразительность. Я нажал наугад одну из кнопок. Спустя минуту из динамика домофона послышалось недовольное кряхтение и сварливый голос. Кто там приперся? Откройте дверь, пожалуйста. Я сейчас открою, я сейчас так открою, шастую, среди ночи, тут всякие. В комендатуру буду звонить. Вот черт, нарвались на полоумную бабку. Я уже собирался поменять свой план, когда Усатый сказал. Женщина, откройте, мы из ЖЭКа, водопроводчики. А-а-а, ну так сразу бы сказали, а то я думал о наркомане. Дверь наконец-то отворилась. Валера и Егорыч шмыгнули в подъезд. Я обернулся заценить обстановку. Большая часть отряда побежала на другую сторону, намереваясь занять позиции среди полуразрушенных промзданий. Усатый подмигнул и показал большой палец. Я кивнул. В эту секунду жух, и его голову разнесло на куски. Черт! Со стороны ТЭД заработали пулеметы. В шоке присел, вытирая защитные очки от кровищи. Пацанов, застигнутых врасплох посреди улицы, терзают разрывные пули. Кажется, никто не добежал до спасительных укрытий. Вокруг свистят рикошеты. Неожиданно кто-то схватил меня за ноги и втащил в подъезд. Спасибо, друзья! Всех положили фрицы! Вздохнул Егорыч, осторожно выглянув наружу. Вражеская пуля тут же оторвала ему крыло шапки-ушанки. Не высовывайся, они нас видят! Простонал Валера. Дьявольская догадка пронзила мой блистательный ум. Нас же заманили, как ягнят, на бойню. По ходу командования и этот сраный Игорь работают на америкосов. Вот сучары, блин! Я выхватил револьвер и до боли сжал рукоять. Валера с тревогой уставился на меня. Подавив ярость, убрал оружие. Нужно выбираться отсюда, а с предателями разберемся позже. За мной! Я вихрем понесся вверх по лестнице. Мы куда? На крышу? спросил Валера. Нет, опасно, снайпер работает. Через хату какую-нибудь и на ту сторону дома. Тут открылась одна из дверей и на площадку вывалилась бабка. Хотя, может и не бабка, но рубеж бальзаковского возраста она ставила далеко позади. Господи, солдатики! А я то думала, что за водопроводчики в два часа ночи? Не серчай, красавица! Вклинился Егорыч. Помоги лучше схорониться нам. Ну, входите, коль не шутите. На бабенцию подействовала грубая лесть деда. О, снега натрясли, окаянные, сейчас затру. Я метнулся через квартиру к окнам, едва не наступив на двух котяр. Еще несколько смявом бросились в рассыпную. Ну, и вонища, блин. Хотелось смахнуть на пол всю хренотень с подоконника, но из уважения к сединам делать этого, конечно, не стал. Короче, начал аккуратно убирать на пол горшки с фикусами. Натерпелась, наверное, бабка от оккупантов. Валерыч, помоги. Вы что творите, ироды? Завопила жертва оккупации. А ну, разувайтесь, весь ковер мне истоптали. А ты, любезная, не голоси, елейным голосом произнес Егорыч. Мы в окон сейчас квазанем, и только нас и видали. Даю благородное слово старого солдата. На-ка, вот отведай лакомство лесного. С этими словами дед вытащил из-под тулупа кусок копченого, судя по запаху окорока. Только сейчас я понял, насколько голоден. Чертов старый ловелас. А как звать-то тебя служивый? Вновь оттаяла бабка. Егорычем кличут. Приосанился дед, расправляя усы. Тихо все! Воскликнул друг Валера. Че такое? Там что-то едет? Я прислушался. А ведь точно. Мой обостренный выживанием в лесной тиши слух различил гул тяжелой техники. Комнаты квартиры выходят на обе стороны дома. Мы с Валерой бросились к противоположному окну. Аккуратно высунув часть лица из-за шторки, я с горечью поглядел на мертвых бойцов нашего отряда. Даже не успел толком никого узнать, а уже все мертвы. Из ворот ТЭЦ тянется колонна броневиков. За ними пригибаясь семенят пиндосы, ощетинившись во все стороны автоматическими винтовками. Группа зачистки, твою мать! Процедил я сквозь зубы, грязно выругался и убрал свой фейс от окна, пока не запеленговали. Ой, нельзя вам сейчас идти, сказала бабка. Сами пропадете и на меня беду накличите. Мадам дело говорит. Егорыч по-хозяйски уселся на диван. Переждем здесь, может уберутся гестаповцы. Меня совсем не привлекает перспектива даже минуту находиться в этой засранной конуре. Но что поделаешь, расклад не в нашу пользу, а мы выживальщики и обязаны выжить. Останемся тут, пока все не уляжется, нехотя произнес я. Валера печально вздохнул, поправляя очечки. Ну, красавица, накрывай поляну. Потирая ладошки, сказал наш ветеран. Найдется шутя, че пожевать. Найдись-то найдется. Старая перечница кокетливо закатила зенки. Да мало еды-то. Сейчас пожрете все, а я чем кошек кормить буду. Егорыч с минуту пристально смотрел на нее, потом сказал, понизив голос. Не беспокойся, хозяюшка, отблагодарим как надо. Ну, шутник, захихикала корга, но на кухню все же отправилась. Не могу больше наблюдать этот гребаный цирк. Ушел в прихожую и уселся на табурет. Вдруг враги начнут прочесывать подъезды. Мои пальцы привычно заряжают и разряжают револьвер. Это здорово помогает успокоить истерзанные нервы. Если вражины будут подниматься по лестнице, устроим теплый прием как в фильме Брат 2. Жаль, конечно, что гранаты закончились. С возвращением обратно в реальность. Если вам понравилось наше путешествие в мир схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну, а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах.